Наш гость, который мы обещали в студии вовремя, это Хоуми, это крутой рэпер, который стартовал в 2013 году и за 5 лет склотил такую карьеру, что просто заходишь на ютуб и думаешь, вот нифига себе, нифига себе, сколько просмотров. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ну, может быть, называть тебя Антон? Конечно. Доброе утро, спасибо, что пришел. Как там вообще? На удивление, я все-таки успел на эфир, потому что в городе пробки невероятные. И когда я сегодня прилетел утром в Шереметьево, посмотрел на Яндекс.Такси, сколько по времени мне придется ехать, я просто уже думал, что я не успею на эфир даже сегодня. Слушай, давай из этого начнем. Откуда ты прилетел? Из Минска. А там что? Ну, тоже зима, но не такая... Нет, ты там живешь, гастроли. Там делал, что ты ехал в Минске. А, я живу в Минске. А, так вот, значит, ты у нас прямо в гости сегодня приехал. Слушай, как круто, мы так рады, мы даже не знали. Ну, получается, ты разрываешься, да, между городами? Ты в Москве много времени проводишь вообще? Ну, процентов 70 времени. Здесь, да? И 30, соответственно, там. Давайте поговорим о том... Подожди, у меня есть вопрос. У меня есть вопрос, у меня много вопросов к молодому человеку. Во-первых, я хотела тебе сказать, что обычно рэперы приходят, они такие, значит, такие, ё-мо, у них там кепки, там растянутые штаны, ну, какой-то такой стиль. А ты очень интеллигентный рэпер, ты в костюме. Как-то есть у тебя какие-то, я не знаю, самый стильный рэпер Минска или самый стильный рэпер Москвы? Что-то выдавали тебе такое? В последнее время я стараюсь от слова рэпер открестиваться как-то потихоньку, потому что, ну, моя музыка все-таки это не полностью рэп, это какая-то смесь между поп-музыкой и рэп-музыкой. Ну, мне кажется, у нас вот именно вот у нас не приживается рэп в чистом виде, да? То есть это все время должна быть какая-то комбинация. Я думаю, да, люди все равно, им больше нравится потанцевать, поэтому именно классический рэп, это надо быть фанатом, мне кажется, этой музыки, чтобы ее любить. Ты знаешь, меня в свое время очень поражали молодые люди, которые слушали там, я не знаю, французский рэп, английский рэп, они не понимали ни слова, ну, прям их вот качало прям за жизнь. А у тебя как все это начиналось? Ты в какой момент? У меня было так же. То есть ничего не понимаю, но круто. Конечно, конечно. И даже первые песни, которые я писал, первые пробы вообще в музыке были очень печальными, и мне сейчас за это очень стыдно. То есть ты слушаешь сейчас меня? Я не слушаю. А ты даже такой, слушай, я стараюсь их забыть просто. Слушай, а ты их куда-то выкладывал? Это люди тебе присылают там поржать, говорят, Антоха, помнишь? И ты такой. Они были в общем доступе, но когда у меня пошли первые концерты, мне стало стыдно за слушателей, которые могут это все найти, и я постарался... Надо было имя сменить резко, искать от нее. Постарался через разные сайты, через техподдержку, чтобы они все убрали, чтобы мне не было стыдно. Слушай, ну давайте ближе к творчеству, тем более у нас время настало сделать это как раз. Прямо сейчас мы посмотрим клип твой, который называется «Эгоист». Который пригремел, прям там конкретно, это был февраль 2018-го. Февраль, да. А 2017-го года? 18-го. 18-го. То есть вот в этом году. А, ну то есть вот год будет, да, через пару месяцев. Ну что, давайте, заряжайте нам уже песню, будем смотреть и слушать прямо сейчас. Хоуми и песня «Эгоист» в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Валерий, кстати, можете напомнить, пожалуйста. Да, 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 я как раз хотела. Друзья, 8-909-928-1-89-9. Ватсап, вайбер, смс-сообщение, вк.ком, слэш «Страна.ФМ». Задавайте вопросы, выражайте восхищение. Два часа ночи, мы летим по обочине. Эта ночь будет сочная, со мной рядом порочная. Твои бедра оточены, взгляды сосредоточены. Мне не стыдно, что я по тебе так озабочен. Я не звонил тебе сутки, а может быть двое. Я забываю твой номер, забываю твой номер. Я не звонил тебе сутки, а может быть трое. Я прожигаюсь другою, а с тобой, ну такое. Закрывай глаза, не смотри назад. Я кое-что тебе забыл, детка рассказал. Я хуже всех, кого ты знала в этой жизни. Я твоя смесь, дикая смесь, любви и эгоизма. Я хуже всех, кого ты знала в этой жизни. Я твоя смесь, дикая смесь, любви и эгоизма. Меня видела с кем-то твоя подруга. Я играл в автоматы, тусовался по клубам. Ты хотела найти, наверное, друга, но тебе я не нужен. Но тебе я не нужен. Они говорили со мной нельзя, просто играйте, все это зря. Вижу, как быстро намокли глаза. Ты была против, но теперь за. Они говорили со мной нельзя, просто играйте, все это зря. Вижу, как быстро намокли глаза. Ты была против, но теперь за. Закрывай глаза, не смотри назад Я кое-что тебе забыл, детка, рассказать Я хуже всех, кого ты знала в этой жизни Я твоя смесь, дикая смесь любви и эгоизма Я хуже всех, кого ты знала в этой жизни Я твоя смесь, дикая смесь любви и эгоизма Вот я все время думаю, а почему девчонкам нравятся такие песни? Вот песня же про плохого пацана, он же плохо поступает, а все время как-то качает Ты мне скажи, вот ты совершенно не похож на героя своей песни Мне кажется, ты такой трогательный, хороший, порядочный И вдруг про эгоизм Ты внезапно прониклась, что ли? Ну что, мне нравится, человек Хорошо, я молчу, окей Просто Владислава в понедельник приходила женщина Он тоже был с ней очень любезен А тут молодой человек симпатичный Давай На самом деле, в своих песнях я стараюсь показывать каких-то третьих лиц То есть, данная песня, допустим, «Эгоист» была написана Я сидел в интернете, рыл там какие-то новости, не помню, в Твиттере или где И нашел какую-то девочку, у нее был статус, что я самое лучшее, что было в твоей жизни В итоге у меня сразу мозг работает в обратную сторону Но она не тебе это писала Нет, конечно, нет, это просто, видимо, своему молодому человеку, может, или еще кому-нибудь У меня сразу же мысли в обратную сторону, что надо сделать, что я хуже всех Кого ты знал, знала в этой жизни И вот так, в принципе, родилась эта песня Мне кажется, ты единственный человек, который черпает вдохновение в статусах ВКонтакте Мне кажется, это вот такой незаурядный подход Слушай, а то там столько можно всего нагонять Там бутрость, там вот сам Будда все время цитирует Можно читать и альбом выпускать бесконечно практически Слушай, во сколько ты начал петь? Сейчас мне 28, где-то лет, лет 10 назад То есть 18 получается А вот эта история у тебя была известной для всех Когда маленький ребенок, гости, родители, выпивающие Ребенок, ну в хорошем смысле, встает на стул и начинает зажигать И прям рэпчик, как за чел, родители, йоу, и все Ну прям такого у меня не было Но была похожая история, что у меня был прям какой-то такой большой семейный совет Где мне все говорили, что нет, музыка это не твое И не надо ни в коем случае заниматься А какую они тебе судьбу приготовили? В то время я играл в хоккей профессионально И у меня были в принципе какие-то достижения И я попадал под юниорскую сборную в сборной Беларуси Но я сам понимал, что я уже перегорел в спорте И мне это неинтересно Поэтому музыка для меня это было как хобби Которое я планировал потихоньку развивать А смотри, а при удачном стечении Я сейчас буду меркантильности добавлять Да-да-да При удачном стечении обстоятельств Ведь в хоккее можно заработать намного больше Безусловно И на стоматолога все Ну если поедет в НХЛ Ну из Беларуси, во-первых, мало кто в НХЛ играет И во-вторых, я думаю, что все-таки играет важный фактор Именно твое внутреннее состояние И на тот момент я уже понимал Что мне это не так интересно, как раньше Слушай, ну вот про внутреннее состояние Если ты идешь по спортивному пути То все-таки шанс добиться какого-то определенного успеха Он больше, нежели в шоу-бизнесе Потому что шоу-бизнес Это для некоторых вообще что-то недосягаемое Какая-то мечта Какой-то параллельный мир Вот у тебя как было? Ты прямо изначально верил? Или ты говорил себе? Я просто буду делать то, что мне нравится И будет как будет Ну, мне кажется, очень сильно играет именно характер Потому что я козерог и я упертый И если мне чего-то хочется То я стараюсь этого добиваться И мне очень сильно помогает моя внутренняя вера То есть я там как-то перед зеркалом, помню, раньше становился И сам себе говорил, что я все смогу И, ну, несмотря на то, что все против Там буквально пару-пару друзей с окружения говорили Что все получится и все А так борьба чисто с самим собой И все Слушай, я просто стала... То есть вот эта история работает, да? Конечно Когда ты вошел к зеркалу Или там отправляешь эти запросы во вселенную Ну и еще, мне кажется, сработал тот факт, что Я слушал только себя И все советы, которые были вокруг Я их просто пропускал мимо ушей Подожди, но тем не менее ты сказал, что ты козерог Ты разве вот не слушаешь гороскоп каждый день Не читаешь, что сегодня козерогам там противопоказано то-то, то-то, то-то Было у тебя, что ты брал и что-то важное отменял, если гороскоп был против? Ну, гороскопы, мне кажется, по крайней мере, вот лично для меня Я смотрю от безделья Когда совсем нечего делать И ты уже просто просмотрел все новости в интернете Слушай, Антон, ты правильно делаешь Потому что мы очень хорошо знаем, как они пишутся вообще Они пишутся левой ногой Все это зависит от того, с каким настроением человек проснулся И, кстати, если заметить, да, вот любой знак можешь взять И любой к тебе подойдет описание Это неправда, это неправда Вот именно характеристики знака, они очень отражают Просто должно быть, понимаешь, индивидуальные должны быть предсказания по твоей карте Ну давайте астрологию на потом расскажем У тебя есть вот команда, какие-то близкие люди, музыканты, которые тебе помогают в твоей карьере? А, слушай, вот давай ты подумаешь над этим вопросом Мы сейчас прервемся, друзья, и очень скоро вернемся и продолжим Вот сейчас есть такая тенденция в рэп-музыке, в том числе, по крайней мере, вот у нас Тут, не знаю, как в Минске сейчас ты нас просветишь Что рэперы используют некую юмористическую составляющую То есть так сами над собой прикалываются Вот Крафт, например, L1, кто у нас? Лев Валерьянович, да? Слушай, ну в русском рэпе там юмора столько, что страшно об этом говорить Ты не хочешь попробовать тоже в какой-то такой стилистике сделать трек? Ну пока что на ближайшее будущее точно таких планов нет Я думаю, что через пару лет, возможно, что-нибудь интересное придумаю Мне кажется, у тебя образ всегда такой лирический Ну лирический, да, в последнее время песни пошли такие прям очень серьезные Социум Сейчас поподробнее Ну, допустим, трек «Обещай взять», который я выпустил Все настолько завуалировано Собирательный образ такой, что люди на самом деле думают, что подстрочка «Обещай, что когда меня не станет, моя музыка не растает» Это как будто я там прощаюсь с жизнью, там и ухожу, и вообще забываю про музыку А на самом деле? На самом деле все наоборот Это песня про любовь, что нужно ценить человека, который с тобой рядом И ценить каждую минуту Слушай, кстати, вот по поводу ценности минуты и моментов Ты же сегодня нам принес прям эксклюзив-эксклюзив Который вообще еще нигде не звучало Не попоюсь этих неправильных слов Мы же можем об этом говорить, да? Конечно, конечно Завтра состоится премьера песни, которую прямо сейчас ты исполнишь здесь живьем Так что у нас абсолютно эксклюзив А мы ему наушники-то отстроили? Конечно, все есть Антон, надевай, пожалуйста, наушники Вот они тебе, держи Громкость вот здесь у нас Специальная крутилочка есть Да, накручивай, как тебе удобно И, пожалуйста, вот так вот пафосно С чувством, с расстановкой Представь этот трек Да, пару слов о песне, которая прозвучит Это будет танцевальная песня В чем-то она очень схожа на песню «Эгоист» Название «Падай вверх» И, скорее всего, что это будет последняя песня моя в этом году Ну, логично, декабрь тоже почти кончается Ты молодец, очень пловен В этом году, ребята В следующем году будет много песен И там еще альбом, возможно, будет, да? Об этом будет точно по осени Но мы об этом позже поговорим Ну что, ты готов? Да Все, поехали, друзья Прямо сейчас «Хоуми. Падаю вверх» Здесь, на телерадиоканале «Страна.ФМ» Смотрим и слушаем Не вини меня, детка И себя не вини Летаю, таю, таю, таю в облака Не знаю, 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 сколько лет Но встретился с тобой я неспроста И падаем вверх Мы падаем вверх Я падаю, падаю, падаю Туманами и водопадами Больше не надо, я не таю Вместе с тобой я утону Ведь я падаю вверх Я падаю вверх Ведь я падаю вверх Ведь я падаю вверх Я падаю, 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 туманами и водопадами лью Больше не надо, я не таю, вместе с тобой я утону Ведь я падаю вверх, я падаю вверх Ведь я падаю вверх, ведь я падаю вверх Не вини меня, детка, и себя не вини Тут нету ответа, мы обречены Пусть сгорает планета, и догорают огни Мы побудем одни, мы побудем одни Не вини меня, детка, и себя не вини Держи за руку крепко, убежим от суеты Убежим далеко, где настоящие сны Мы летим до земли Летаю, таю, таю в облака Не знаю, 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 сколько лет Но встретился с тобой, я неспроста Мы падаем вверх, мы падаем вверх Я падаю, 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 туманами и водопадами лью Больше не надо, я не таю Вместе с тобой я утону Друзья, в полмим эфире телерадиоганала «Страна ВМ-бесни» Падаю вверх, она выйдет только завтра, а у нас она прозвучала уже сегодня, это прекрасно Слушай, ну круто, и мне, между прочим, понравился философский смысл песни Потому что иногда действительно нужно упасть Грубо говоря, простите за выражение, пробить дно, чтобы подняться Вот у тебя бывали такие моменты, когда совсем падаешь, руки опускаются, а потом раз и наступает новый этап Ну, я думаю, что в жизни артиста такое происходит очень часто И бывает, когда ты выпускаешь песню, стараешься очень долго над ней, а песня просто не заходит, и люди ее не слушают Но в то же время происходит так, что на песню, на которую ты не возлагал особых надежд, она взрывает просто все чарты И в этом вот и есть перепады настроения у артистов Ну вот ты поделись своими надеждами на эту песню, как ты считаешь, она зайдет, вот как твоя интуиция тебе подсказывает? Я думаю, да, что я постараюсь еще Мы будем стараться с менеджерами моими, чтобы эта песня очень хорошо выстрелила Я думаю, что результат все-таки будет получше, чем у песни Гайз даже А мы, кстати, в этом тоже можем поучаствовать, друзья Слушай, Гайз тоже крутая песня Нет, не сейчас, завтра вы должны зайти на все цифровые площадки и непременно скачать эту песню А еще, кстати, когда у тебя клип будет на эту песню? Возможно, пока не могу обещать Смотри, Никита Лопатин тебе написал три вот знака смайлика Огня Огнище, да Никита Лопатин Хоми, огонь, тем самым, говорит он Ну круто, да Это уже хорошо Давайте прервемся, да, Оля? Да Прервемся, у нас три минуточки, небольшой перерыв, друзья, и продолжим Доброе утро всем В студии Влад Кутузов Но после нее я понял, что все-таки то, что я пишу, мне более близко, потому что все-таки свои мысли, которые у тебя внутри, они намного лучше потом звучат и намного лучше мой слушатель воспринимает Эта песня не пошла, да? Вообще нет Антон, зачем ты тратишь деньги вообще? Ну, слушай, делай сам Ну, надо было попробовать Слушай, а вот если с другого боку зайти, тоже часто спрашиваем людей, которые пишут, готовы ли они какую-то из своих песен вот продать другому человеку? Ну, вот если она тебе нравится, она тебе предлагает хорошие деньги Жалко Жалко, да? Потому что может быть такое, что песня, а вдруг выстрелит прям очень сильно, и я потом буду очень сильно жалеть А деньги прогуляла, а песня ушла на сцену Да не только деньги, просто, ну Хотя, с другой стороны, мне кажется, это и круто, что ты можешь сам до себя порадоваться, что эта песня взорвала все чарты потом То есть тут две стороны медали, может Ну, ты можешь подойти, в конце концов, после этого к зеркалу уже утром или там вечером И сказать совершенно другие слова уже самому себе Не-не-не, наоборот, что я невероятно крут Скажи, пожалуйста, ну вот сейчас ведь, ну, практически там, я не знаю, каждая вторая, даже больше, мне кажется, это коллаборации, это совместки какие-то, да, которые артисты делают Тебя не было мысли сделать вот в ближайшем времени с кем-то, с кем-то совместный проект, там, прям к одной песне, может быть? В этом плане я эгоист, мне нравится только сольная композиция И дай бог, если одну-две коллаборации у меня будет за пару лет Ну, пока еще таких мыслей нет у тебя Слушай, про альбом Но есть артисты, с которыми я бы с радостью записал Вот, кстати, об этом хотел спросить, с кем, с кем бы, можешь назвать имена? С радостью поработал бы с НСМ «Пятница», с Ёлкой поработал бы и с Андреем Звонким поработал бы Слушай, ты выбираешь удивительно гармоничных людей, мы их прям обожаем, они когда приходят, мы прям Андрей Звонкий — это просто какое-то мега-открытие Космос Ну, он этим занимается, на самом деле, давно, просто вот он как сам по себе явился Второе происшествие такое у него случилось, второе появление Каждое утро, глядя из окон Да, ну, это волшебная песня, на самом деле Очень крутая, да Скажи, это из, скажем, наших артистов, да? Ну, тех, кто поет на русском языке, да? Так будет правильно, наверное Из зарубежных с кем бы, если помечтать так вот? Если бы тебе позвонили, вот кто тебе должен позвонить? Кому бы ты сказал? Вылетай, окей, пишемся, все Павдэдди, точно И вчера вот буквально перед тем, как собираться в Москву Я сидел, смотрел концерт Scorpions Это круто Со Scorpions? Какие разнодаправленные Это сейчас неожиданно, очень круто Поворот был какой-то, мне кажется Ну, мне кажется, это необычно было бы для публики А у тебя это, Москву и the capital of Russian Прям в совершенстве? Ну, как сказать So-so Ну, уже хорошо Ну, уже там вылетает нормально Слушай, а почему Павдэдди, он же древний уже Мне кажется, он уже все Че, это он древний, нормальный? Ну, он все уже, мне кажется Да нет, мне кажется, он сейчас идол у многих А вот эти, вот это из истории там Кендрик Ломар И это тоже ему добавило, мне кажется Во все его вот эти вот Изи-изи коллаборации Это все ему на руку, безусловно И слушателей у него с каждым годом становится все больше и больше Даже взять, если песню Где они в больших костюмах Вот этих с Лилпампом Ну, это круто Ну, они рванули до такой степени Что даже некоторые наши Поучаствовали во всем этом Слушай, я еще хотела задать тебе вопрос Вот, начиная К тому, что ты перечисляешь Очень гармоничных людей, да? Которые сами в общении Прям располагают к себе моментально А для тебя важно, чтобы человек И в творчестве, и за творчеством Был душкой Потому что, ну, бывают же люди Очень творческие Пишут гениальные песни Но с ним невозможно общаться Знаешь, там стаканами кидается Человек в кабинете своем Ты бы мог сотрудничать Так, переступить через себя? Или тебе все-таки Единение душ важно? А ты с политиками не путаешь сейчас? Нет, я знаю людей Музыкантов Которые кидают со стаканов Своих ассистентов Мне хотелось бы Но я сам понимаю Что В какой-то степени Это невозможно Потому что артисты Все люди И у каждого Большие Насыщенные Концертные графики И когда ты отрабатываешь 15 концертов подряд То, естественно Пообщаться просто нормально Невозможно Потому что у тебя в голове Полнейшая каша будет То есть ты делаешь скидку На состояние? Ну, безусловно, да Я сам такой же Потому что иногда даже Когда проходит концерт И люди к тебе приходят После концерта Там сфотографироваться И Ну, иногда срывался То есть ты прям их тряпками выгонял? Ну, не то, что тряпками Но Пару ласковых слов было Антон, как это прекрасно Потому что ты пришел к нам Не после концерта Так комфортно общаться сегодня Мы не любим, когда тряпками Давайте будем ходить на клипы Это твой клип, естественно Хоуми и песня обещает Давайте ее прямо сейчас посмотрим Послушаем на телерадиоканале Страна FM Поехали Слезы на воде Это ты и я Крики в пустоте Мурашки пробегут по коже Когда на небе станет больше звезд Я знаю, хочешь, да я тоже Но мы фактически не можем одео Помещай, что когда меня не станет Помещай, моя музыка не растает Омещай, моя музыка не растает Навали звук Ведь ты знала, что я не люблю тишину Сотни дорог На которые мог бы свернуть Но я выбрал тебя лишь одну Выбрал тебя лишь одну Обещай, что когда меня не станет Помещай, моя музыка не растает Помещай, моя музыка не растает Обещай, что когда меня не станет Помещай, моя музыка не растает Обещай, что когда меня не станет Обещай, моя музыка не растает Обещай, моя музыка не растает Слезы на воде Это ты и я Крики в пустоте Значит, нет меня Вот он и проявился, Антон Лирик Ну, это вот не новый псевдоним я тебе придумал А просто говорю о том, что твоя лирическая натура Состояние души Да, слушай, очень красивый клип Он потрясающий Спасибо И давай, может быть, расскажем вот эту подноготную Когда квадрокоптер снимает серфу Как ты в белой футболочке бежишь по пляжу Тебе не очень Если бы это был бы теплый пляж Я был бы очень рад на самом деле Потому что съемки проходили в Литве Курская коса, город Нида И снимали мы В конце октября Это просто был жуткий ветер Жутко холодная вода И бедная левая нога оператора Которую он отморозил В воде стоял? Конечно Бедный Героический товарищ практически Ну, снимали практически две недели То есть кое-что снимали в Белоруссии Кое-что в Литве Слушай, ну ты же музыкант Тебе надо голос беречь Как ты вообще раскочегарился так, чтобы в футболке бегать? Так не Антон стоял в воде, а оператор Он в футболке бегал Ты невнимательно смотрел? Это да, я смотрел очень внимательно Ну, тепло одеваться И я в последнее время очень подсел на имбирный чай Меня это спасает Вот хорошо, правильно Волшебная вещь на самом деле, да Да, и еще хотелось бы выразить огромный респект Не побоюсь этих слов И уважуху Да-да-да, режиссер этого клипа Потому что клип произведения искусства Я ему передам, спасибо Слушай, ну вот скажи, пожалуйста Если посмотреть немножечко вперед Ты будешь сохранять вот эту лиричность в своем творчестве? Или все-таки ты как-то думаешь немножечко куда-то там вправо-влево как-то? Ну, мне хочется все попробовать Поэтому основное, конечно, направление будет лирика Но какие-то шаги влево-вправо, безусловно, будут Я думаю, что с каждым годом это будет все более заметнее Это будет более танцевальное что-то? Да-да-да Слушай, ну я предлагаю сейчас осветить еще ту сторону твоей жизни Которая протекает в интернете Потому что ты активный блогер У тебя огромное количество подписчиков Как называется имя твоего инстаграма? Антон Холми Там все очень просто Можно было догадаться Надо назвать, надо назвать Потому что люди сейчас тебя послушали, подписались Будут комментировать Да, кто прямо сейчас нас слушает и смотрит Антон Холми Прямо сейчас, друзья, заходите в инстаграм и подписывайтесь Чем ты там почиешь, радуешь своих подписчиков? Ну, в основном это какие-то анонсы концертов Также Атомные фоточки из души, вот это вот значит Ну, чисто девчачьи вопросы От этого и подписывается, ты знаешь Раньше было, сейчас я почистил инстаграм Раньше было где-то порядка тысячи фотографий Сейчас осталось Вот Антон озрямишь Видишь, девушки интересуются Им это требуется просто Я думаю, просто Антону уже кое-кто Кое-что сказал И все Но не будем Но мне не общественности нельзя игнорировать Ни в коем случае, ни в коем случае, Владислав Никогда Так, про инстаграм мы поговорили Про то, что новый альбом у тебя выходит Я думаю, что это будет осень 2019 Потому что осень это самая замечательная пара для меня Как раз таки для выпуска альбома Как раз начнется большая депрессия у людей У аранжировщиков они раз и писать Ну, об альбоме, я так понимаю, пока черноват все-таки говори Я думаю, что большая часть в альбоме, конечно, будет лирика Потому что танцевальные композиции я в основном выпускаю как синглы Это между альбомов А альбом все-таки это прям хорошая-хорошая лирика Ну вот скажи, пожалуйста, ты сказал сейчас Ты сам первый начал, между прочим Ты говоришь, что осенью у большинства людей депрессии Ты склонен к этому состоянию? Не обязательно осенью вообще Я стараюсь поддерживать Стараюсь поддерживать именно стиль своего проекта Что все-таки хоуми Это лирика Это погрустить, это включить в машину, послушать, но никак не танцевально Вот я почему спросил, потому что, да, вот когда такие лирические песни, да, с романтическим оттенком Многие люди говорят, для того, чтобы написать такую песню Мне нужно, чтобы мне было там, мягко говоря, не очень хорошо Должно что-то случиться, мне должно там прибить как-то Нет-нет-нет, это идет простая какая-то медитация, настройка, подготовка к написанию этой песни В принципе, у меня на это уходит где-то, ну, двое-трое суток То есть ты и твой лирический герой не идентичны? Нет, нет совсем Но хоуми – это собирательный образ А вот в жизни ты какой-то, и душа компании, и ты приколист Ты, я не знаю, на 1 апреля разыгрываешь своих товарищей Да, в этом году была очень хорошая шутка И шуточка была в группе ВКонтакте, в официальной Что проект хоуми закрывается навсегда И люди, увидев это, не сразу поняли, что сегодня 1 апреля Поэтому для них это был шок И только к вечеру уже люди начали понимать, что все-таки это 1 апреля И Антон шутит Но ты потом заходил, как ты говоришь Но были обиды Как ты говорил, ребята, простите Почему же вы не поняли, что 1 апреля? По-моему, я выпустил новую песню потом Как приятный бонус тем людям, которые готовы были разочароваться Но обиды были большие Ну и вот предновогодние хочется тоже поговорить А то как-то в 1 апреля забежали Ты по статистику какую-то подводишь для себя Своих успехов, побед за 2018 год? Ну, для меня этот год был, можно сказать, успешным Потому что в этом году для меня была большая цель выйти на телевидение Выйти на радио, и мне кажется, что с этим я справился Можно даже вспомнить песню «Эгоист» Очень хорошая песня, которая была в чартах всей страны И вот под конец года завтра у меня выходит релиз как раз-таки новой песни «Падаю вверх» И я думаю, что это будет хорошее завершение 2018 года А вот смотри, то, что касается твоего творческого, да Ну, работы творчества, да Это же практически единое целое, да Ты как плывешь по течению в этом плане? Ну, в хорошем смысле Либо ты все-таки ставишь какие-то... То есть вот в этот месяц я должен сделать вот это Там за год я должен выпустить 5 треков Ну, вот как-то так Высокая организация Ну, у меня цели есть Но это прежде всего не такие прям цели, что вот надо выполнить То есть если я пишу песню, ставлю себе цель Там, допустим, за полгода сделать 4 песни И у меня они практически готовы Но я понимаю, что они совсем нулевые То я их не буду выпускать Мне проще выпустить одну песню, но она будет хорошая Слушайте, ну у нас остается 30 секунд Я хочу тоже подытожить, что в 2018 году ты вышел на радио Вышел на телевидении И ты вышел на телерадиоканал Страна ФМ Что тоже уникальные события, между прочим Спасибо вам за поддержку Антон, огромное тебе спасибо, друзья Хоуми был у нас сегодня в гостях Спасибо вам Пожелаем тебе удачи Ну, уже, я думаю, что можно С наступающим Новым годом на всякий случай Услышимся и увидимся уже в следующем году Приходи к нам чаще Да, успех тебе пока Друзья, мы тоже с вами прощаемся Все это утро Правильно я сказал? Все это утро Валерия Майора И Влад Кутузов завтра в 7 утра Увидимся в следующем году